Более 660 юридических лиц и 3440 индивидуальных предпринимателей подали документы в налоговые органы края для государственной регистрации в текущем году. Больше половины из них воспользовались услугой в электронном виде. Электронная регистрация имеет ряд существенных преимуществ. При подаче документов в электронной форме на государственную регистрацию заявитель освобождается от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию. Также это сокращает существенно время заявителя для подачи документов в регистрирующий орган и существенно сокращает риск отказов в государственной регистрации. Для составления документов в электронном виде необходимо ввести свои данные, и программа уже поможет заполнить заявление в правильном формате. С помощью сервиса подачи электронных документов на государственную регистрацию сайтов НС России www.nalog.ru или единый портал государственных и муниципальных услуг можно направить в налоговую инспекцию все необходимые документы. Для этого потребуется электронно-цифровая подпись заявителя. Еще один вариант – многофункциональный центр Забайкальского края или нотариус. А с недавнего времени услугу государственной регистрации начали оказывать банки. Кстати, если обратиться в банк лично, заверять свою подпись у нотариуса не нужно. Документы, подтверждающие государственную регистрацию, во всех случаях поступят на электронную почту заявителя. Причем госпошлину платить не придется. Для начинающих свой бизнес, либо вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в налоговых инспекциях Забайкальского края работают открытые классы, где можно получить консультацию по вопросам налогового законодательства, представление бухгалтерской отчеты, а также консультацию по другим вопросам. Посетить открытые классы можно еженедельно по четвергам с 14 до 15 часов местного времени. По вопросам работы классов необходимо обращаться к администраторам операционных залов в налоговых инспекциях. График работы открытых классов все заинтересовавшиеся могут найти на официальном сайте ФНС России в разделе регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Как сообщили специалисты Управления налоговой службы края, с начала 2019 года в забайкальских инспекциях прошли уже 443 открытых класса, в которых приняли участие более тысячи начинающих предпринимателей. Серафима Ляхова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.